26 декабря 2019 года Слово предоставляется председателю Совета Генералов Республики Казахстан Кайдарову Рустему Есенхановичу. Слово председателю Совета Генералов Республики Казахстан Кайдарову Рустему Есенхановичу. Слово председателю Совета Генералов Республики Казахстан Кайдарову Рустему Есенхановичу. Слово председателю Совета Генералов Республики Казахстан Кайдаров. Ранним утром 27 декабря 2019 года Хайдаров Рустем Исимханович вылетает утренним рейсом в служебную командировку в столицу Казахстана. В Казахстане сегодня утром потерпел аварию пассажирский самолет Фоккер-100 авиакомпании БЭКЭР. Среди погибших пассажиров немало известных личностей. В числе жертв катастроф оказался председатель Совета Генералов Казахстана Рустем Хайдаров, генерал-майор юстиции и заслуженный работник МФД СССР. В стране объявлен общенародный траур, приспущены государственные флаги. Весь Казахстан скорбит о погибших. Близким Рустем Исимхановича поступают соболезнования. Президент Республики Казахстан в своей телеграмме написал. Президент Рустем Исимхановича Шағапатның қаза болуына вайланысты, қайғыларыңызға ортақтасып бөңіл айтамын. Рустем қайдарып, еліміздің үш кестер саласының дамуына, құқық қорғау жүйесінің қалыптасуына, ұйымдастан қылмыс пен күрес жүргізуге зор лөс қосты. Ол мемлекет мүддесі жолында адал қызмет атқарып, оның жарқын бейінесі қазақстандықтардың жүрегінде мәңгі сақтылат теп ойдаймын. Қазақстан республикасының президенті Қасымжомар Токаип, ноғы сұлтан қыласы әгорді. Саболезновыне выразили министерство и руководители областей республики Казахстана. Ветеранская организация союзных республик, десятки, сотни писем пришло со словами скорби и горечи о безвременной кончине Хайдарова Рустема Есимхановича. Проститься и проводить последний путь генерал-майора Хайдарова пришло несколько тысяч человек. 27 декабря 2019 года произошло трагическое событие, и с нами не стал нашим ветераном, нашего Рустема Есимхановича Кайдарова, человек, который посвятил всю жизнь ослужению родине, ослужению своему народу. Он начинал свою деятельность органов внутренних дел в 1966 году. Практически 30 лет проработал и от простого следователя дошел до звания первого заместителя, до должности первого заместителя Государственного Следственного комитета Республики Казахстан, достиг звания генерала-майора. Звание, почет и уважение Хайдару Рустему Есимхановичу все это пришло с годами. Он родился в 1940 году в селе Сосновка Бескарагайского района Семипалатинской области. Ныне восточно-казахстанское область село Ирназар. В семье тружеников лесного хозяйства. Пока Рустем подрастал, его отец воевал. Он прошел две войны, имел боевые награды. Маленькому Рустему приходилось ходить в школу за несколько километров, а чтобы отбиться от нападения волков, брал с собой ружье. В молодости Рустем Хайдаров прошел закалку в рабочих коллективах, работал грузчиком, электропильщиком, трактористом. Служил в Советской Армии на Дальнем Востоке в войсках противовоздушной обороны. После демобилизации поступает на юридический факультет Казахской государственной университет имени Кирова и работает заместителем директора по политико-воспитательной работе профтехучилища города Семиплатинска в поселке Гранитный. В 1966 году поступает на службу в органы внутренних дел. После ухода на заслуженный отдых Рустем Хайдаров практически все время находился в обществе. Он не оставил работу, практически он в начале ушел в университет, был преподавателем, профессором, кафедрой, продолжал учить молодых следователей, готовить молодых юристов. В дальнейшем он практически был во всех наших общественных советах, во всех принимал участие в круглых столах, в форумах, где оказалось, где вопросы рассматривались защитой прав обвиняемых, защитой прав потерпевших, статус соследователя, а также именно функции правозащитные, которые на сегодняшний день развиваются, он свою большую, огромную лепту нес и в это дело. Работая параллельно 18 лет представителем Совета Генерала Руссель Михайлович сумел объединить всю элиту генералитета Казахстана. Это были генералы Министерства обороны, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, других подразделений. И Руссель Михайлович и там был лидером номер один. Он активно продвигал, он активно общался с нашей ветеранской организацией, он был тем связующим звеном между ветеранами, генералами, теми людьми, которые отдали свою жизнь в служении Родине, с депутатами, с общественностью, с молодежью. Вот именно его такая общественная работа, она была на виду всех. Благодаря ему на сегодняшний день мы имеем один из самых высоких статусов именно нашего общественного ведения Совета Генерала. Он имел доступ к главе государства, он заходил к президенту, он говорил те проблемы, которые у нас сегодня существуют у сотрудников полиции и про низкую заработную плату, про социальную незащищенность, про незащищенность наших ветеранов, которые выходят на пенсию, имели низкую заработную плату. Благодаря ему на сегодняшний день были повышены заработные платы и у наших полицейских, у военнослужащих, повышенные пенсионные обеспечения наших ветеранов. Именно благодаря его настойчивости, именно благодаря его знаниям и его узнаваемости. Президент Казахстана за годы своей службы неоднократно поощрялся государственными наградами Республики Казахстана, международными наградами. Он не только работал в нашей стране, он был членом нескольких международных организаций. Он работал на площадке ООН, он выезжал за границу и проносил через себя и поднимал имидж именно Казахстана. Работы казахстанских правоохранительных органов. Всегда рядом с Угостемом Исимханычем была его семья. С женой Паймен Джексимбаевной они прожили более 50 лет. У них взрослые дети, дочь и сын. А еще две внучки и внук, которых он безгранично любил и обожал. Даже имена всем внукам долго выбирал сам. Эта любовь в семье была настолько взаимной, что даже первая внучка Улпан родилась 18 мая, в день рождения Рустемия Исимханыча, когда степь покрывается ковром из красных маков до самого горизонта. Опять звезда блеснула ярко на погонах. Друзьям прощальный взмах рукой зовет дорогу служба и работа. И вряд ли станет моя жизнь иной. Я год за годом чаще замечаю, что жизнь моей меньше все друзей. Мы улетаем в небо словно птицы и расставаться с каждым разом все больней. Какой-то неземной рукой у неба, прокладывая каждому свой путь, Свернуть и сбежать того не смеем. И все когда-нибудь постигнем его суть. Уходим, не прощаясь тихо, Навечно оставляя в сердце след, А на семейном фото все бушуя, Степные ветры обрывают смаков цвет. Звезда блеснет уже не на погонах, Друзьям моим пусть освещает с неба путь. Я жизнью своей счастлив и доволен, И сожалеть мне нечем, ничуть.